сходили сейчас в аптеку и забежали в матрешку в общем купили в матрешке в матрешке за 36 рублей вот такой вот напиток блин не влазит это у нас полулитровая бутылочка и напиток у нас клубникой и лавандой вообще обалденный я много покупала различные водички с лавандой но именно вот еще и плюс клубника впервые вообще классная штука далее взяли с денисом вот такую вот масочку это у нас ботанике экспресс гель-маска для лица увлажнения из-за огурца не хотелось но увлажнение подкупила эта масочка у нас обошлась в 29 рублей далее взяли вот такие вот леденцы это мульти бронх леденцы при заболевании горла эвкалипт и ментол прикольные кстати взяли денису денис у меня болеет я одну конечно же попробовала прикольно напоминает чем-то если честно холлс и не помню сказала или нет 99 рублей стоит далее взяли вот такие вот стельки и стельки стоили с 29 рублей так 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 стельки бамбук шерсть текстиль в ассортименте также взяли вот такой вот ванильный сахар называется конечно же это приправа в чеке вот это у нас сахар ванильный с натуральной ванилью я очень люблю натуральную ваниль когда сахар именно с натуральной ванилью так что не смогла пройти мимо и стоило пакетик 31 рубль там акция была 30 рублей ой 30 грамм час трясти будет если честно вас как бы вам поставить чтобы было видно было так далее что у нас мы зашли в аптеку и мы взяли вот такое вот средство наше любимое это граммидин рассасывающая таблетка но я ее как леденец называю потому что она очень приятная вкусненькая мятная и кстати помогает если пить в точности по и как по инструкции и стоило кстати аптека было 02 плюс и цена граммидина 329 рублей 90 копейку и уехала рука пока на чек смотрела далее денис попросил именно вот такие вот таблетки прям таблетки от кашля предлагала фармацевта фармацевт различные другие нет только таблетки от кашля ну от кашля так от кашля вот эти вот таблетки нам обошлись 192 рубля 10 копеек фокуса конечно же нет но ничего страшного далее наши любимые средства это ксилен капли назальные кстати хорошо помогают цена ксилена 54 рубля 10 копеек и взяли вот такую штуку это звездочка флю здесь у нас пять пакетиков это как наш тарафлю но это звездочка флю цена за одну упаковку было 83 30 но мы взяли сразу по по три штуки почему потому что сейчас денис болеет может быть я подхвачу не знаю и плюс ему нужно будет уезжать скоро поэтому на всякий случай он возьмет с собой и также взяли вот такой тебе антибиотик азитромицин здесь у нас три таблетки на три дня то есть по одной таблетке в день нужно будет пить и азитромицин у нас стоил 270 рублей 80 копеек а звездочка флю я уже говорила ну и все далее далее мы купили для нашего любимого ричи вот такие вот капли от блог это у нас роль в 3d клуб вот он у нас до 10 около 10 килограмм весит это у вот для собак 4 10 килограмм и стоили они 340 рублей да мне бюджетненько а еще не денис купил вот такую вот водичку это отливан что ли как это называется правильно даже не знаю здесь флакончик 30 миллилитров и это флор наркотик аромат вообще бомбический он очень сильно напоминает мою любимую водичку модерн принцесс от lanvin но lanvin он такой вот прям прям сладенький сладенький и на финише сладенький прям жвачка а это жвачка с какой-то горчинкой перчинкой вот то есть аромат издалека мне показалось это одно и то же но все равно захотелось вот а дома я уже брызнула на одну руку вот этот вот флор наркотик и уже принцессу и разница очень очень большая аромат очень вообще классный и здесь у нас так 30 миллилитров и отливант это я даже не помню как называется водичка визуально то я помню зрительно вернее как флакон выглядит да чё то есть знаю что где искать 7 номер 709 рэнни рэнни водичка рэнни вот так что как-то так и вот этот флакончик почти в 600 рублей нам обошелся но ничего страшного я как бы за оригинал парфюмерии только blue seduction от антонио бандераса и вот этот lanvin modern princess остальное как все приходящие уходящие и поэтому мне без разницы дешевый парфюм или нет ну как бы так но что-то конечно дороговато все равно вышло потому что там было написано что 1 миллилитр 5 рублей но как-то 30 миллилитров у нас вышло как-то по расчету моему 30 миллилитров должно стоить 150 рублей не уж то столько флакончик стоит флакончик выбрала конечно стеклянный но там какой бы флакончик не выбил не выбрал ты все равно это цена вот до эффект с ним вообщем маме пришла посылочка от кока-колы она покупала получается вот эту газированную воду регистрировала чеки и как она сказала выиграла носки давайте посмотрим какие я вообще не в курсе было должно было быть как она говорит 9 пар ну не знаю ухты раз два три четыре пять шесть а где три нету трех таки прикольно камера вообще цвет съедает да это размер вообще телефон съедает цвет в камере видно как будто красная на самом деле они такие ярко-малиновые что-то написано качай на позитивной стороне капец они да это ой плена плотные они до самых колен будут офигеть а белые сделает позитив громче да хоть тоже звуки сдавай это я с денисом что денис меня снимает не меня носки вот такие прикольные только таки плотные там серая здесь белый смысл эти серые белые серовато здесь чисто белый да не она нет здесь желтизной в жизни потому что у нас свет теплый капец такие они плотные на худенькую ножку ладно на халяву и уксус сладкий вообще вот такие вот у нас носочки так давайте покажем всю красоту 4 беленькие и вот такие вот у вас красненькие но у нас так-то малиновые а что-то вот так вот облокотился да я же не вижу что ты снимаешь а у нас тут камера просто как на это на скачках каких-то трясется нельзя же так еще смотрите меня дальше сходили с денисом в монетку отоварились не хиленько так и первое что вам покажу и сразу уберу это мы купили четыре десятка яиц первых первый сорт цену я буду писать наверху где-нибудь вот почему мешочках потому что яйца у нас продаются там поштучно продаются также и в коробках но также и поштучно но мы решили взять первый сорт поштучно чем за эту же стоимость брать второй сорт в упаковке и сейчас я получается яйца некоторые поставлю отвариваться буду делать мимозу потому что мама дениса приедет завтра вот приготовлю салатика короче я список что буду готовить не знаю пока точнее написала но он у меня в комнате и поэтому не буду пока говорить да вот так для мимозы отварю яйца и и все сейчас я уберу все это и наконец покажу что мы еще купили в общем вот у нас целая сумка денис чуть допер давайте я вам покажу что именно здесь первое что мне попадается это вот такое вот кокосовое молоко но как сказать не совсем кокосовое я уже открыла попробовала надеялась что не будет сильно кокосом пахнуть и не скажу что вау то есть вода с каким-то кокосовым привкусом но у меня как бы так и по сути надо было лишь бы главное белого цвета было потому что я сейчас на вынужденном временном веганстве вот и мне ничего нельзя из-за животного происхождения а кофе я люблю пить прибеленный вот надеюсь сильно не будет в кофе пахнуть кокосом но так вот он странноватый но ничего ничего пробовала и гораздо хуже и здесь минус какой то что сладко я не очень люблю молоко сладко вот следующее взяли вот такое вот масло растительное подсолнечное 7 подсолнухов но какое-то подозрительно прозрачное даже без желтинки далее взяли вот такой вот майонез провансаль ряба и здесь у нас объем 425 миллилитров этот опять же сейчас на салат далее взяли что-то в сумке упало далее взяли два вот такого вот майонеза это у нас провансаль но собственной торговой марки от монетки далее взяли два айрана денису здесь у нас по пол литра раз и два также взяли тушенку как обычно это у нас семейный бюджет говядина завтра макароны буду отваривать и вот такую вот взяли тушенку на пробу это тоже говядина а производители я не знаю кто здесь производитель в общем можете почитать тут нажать на стоп а у меня садится батарея я не могу долго показывать так далее взяли вот такую вот грудку турбослинскую копченую это для второго салатика второй салат этот у меня уже есть на канале из копченой грудки ссылку внизу под видео оставлю далее мы взяли две пачки макарон макфа таких макарошек и вторая пачка далее далее взяли самый дешевый сыр пусть будет так сюда положим денису взяла вот такую вот амичку он раньше не пробовал и один раз я себе купила дала ему попробовать он просто был в восторге именно вот эту я не пробовала но и не попробую вот надеюсь денису понравится так как салат вот этот вот я буду делать в большом количестве я взяла 4 плавленых сырка дружба один огурец взяла это понадобится на завтрашний салат просто летний салат сделаю из домашних помидорок и огурчиков и огромное количество различного ассорти конфет это еще не все далее взяли вот такие вот салфетки денису в дорогу чтобы он в транспорте если вдруг покушает или перед тем как покушать мог протереть руки далее далее взяла вот такой вот чай с денисом это на подарок не умещается ведь все на моем столе ну ладно далее взяла вот такую вот маску шампунь далее вот такой вот крем от эволайн для выбирала для жирной комбинированной вот нужен был для комбинированной кожи очень жаль что я успела выбросить такой крем когда мне присылали в посылке типа поменяшки которая была очень супер неудачная вот но я не думала что на тот момент ну на тот момент не думала что я буду обмениваться посылками да вот и поэтому пришлось купить новый крем не знала какой взять а тут этот попался и поэтому я взяла далее далее взяла вот такую вот масочку акулий жир это у нас от машин с эффектом лифтинга взяла двое таких вот патчей зелененькие серебристые также взяла вот такую вот экспресс маску отдав одноминутная здесь у нас какой объем 80 миллилитров также я взяла вот такую вот маску от ильскин пептидная далее от пюдерн с куинзимом q10 от джей луна с медом далее от diva лифтинг маска и питание далее вот такая вот масочка у нас приехала от images смотрите без перевода я не знала что в монетке такое бывает но значит бывает и в магнит косметик взяла вот такую вот масочку и вот такую в общем вот такой вот у нас поход был с денисом сейчас по магазинам вот я и занялась уже мимозой я сразу говорю последовательность возможно у меня неправильная я показываю то как готовлю я здесь я уже на мелкой терке потёрла картошку далее у меня была сардина я ее измельчила вместе с рассолом или чем вот но мне это нравится в рецепте вроде такого нет но я опять же говорю я не знаю точный рецепт ни разу не смотрела так что не могу сказать и сейчас я данную рыбку просто вот так вот опа и вываливаю и сейчас буду распределять распределять так эту кость а нет это не косточка распределять мы будем вот таким вот образом и сейчас я закончу и к вам подключусь что я делаю далее то есть как вы видите я уже сверху распределила рыбку для чего мне нужен кстати был этот сироп и для того чтобы картошка пропиталась в рецепте вроде как мне известно у кого-то слышала что сперва рыбку кладут потом картошку я так не делаю потому что вкус вот этот вот вот этой вернее рыбной консервы это просто что-то и мне кажется это кощунство просто выбрасывать выливать этот сиропчик рассол не знаю как правильно что делаю дальше майонезом я сверху не покрываю я очень мелко измельчила лучок и сейчас я этот лучок сверху посыплю и что еще хочу сказать сверху над лучком скорее всего я сделаю майонезную сетку вот сейчас закончу я вам покажу майонез морковочка на самой мелкой терке и опять майонез и сейчас я буду терять на самой мелкой терке яйца на самый мелкий на самой мелкой терке хорошо тем что салат получается более воздушный и вот сверху потерли мелко мелко яйца и вот что у нас получилось переставим наш салатик на ночь в холодильник и завтра уже можно кушать очень вкусный салат вот я вам говорю да а мне самой так тяжело мне его нельзя потому что там есть рыбка там яйца а сейчас буду делать заготовку на салат из копченой грудки в общем я уже сделала заготовку на другого салата здесь у меня копченая куриная грудка здесь плавленый сырок также почистила я чесночок завтра уже нарежу помидорку более подробный рецепт этого офигенного салата еще раз повторяюсь я ссылку на этот салатик оставлю внизу в описании я уже с вами его готовил но кто-то возможно видит смотрит меня впервые и заинтересует этот салатик так что посмотрите это видео и все я вам уже конечный результат завтра снимать не буду наверное потому как приедут гости и уже будет как бы не до съемки вот а сейчас я для драников заготовлю лук почищу лук а уже завтра ранним утром как станем сделаем драники сделаем картошку запеченную в рукаве с мясом и наверное все и у нас получается будет тортик фрукты два салатика картошка в рукаве сок ну и наверное все не знаю посмотрим попутно что и как будет вот но снимать уже завтра я наверное вам не буду так что все спасибо за внимание снимаю на телефон почему-то думала будет нормально но почему-то дергается то есть на фотоаппарат не так дергается как на телефон поэтому прошу прощения еще раз всем спасибо за внимание всех люблю целую обнимаю и пока пока